В Сургуте жители аварийных домов не хотят переезжать в новый жилой комплекс. Причина тому удаленность микрорайона от центра и отсутствие инфраструктуры. В шаговой доступности нет ни больниц, ни школы, ни детского сада и даже магазинов. Люди пытаются достучаться до чиновников и решить вопрос переселения иначе. К примеру, переехать из аварийного фонда не на окраину. Но пока вопрос остается открытым. Елена Каткова выслушала мнение сторон. В этой однушке семья Татьяны Простовой живет не один десяток лет. Дом давно признали аварийным. Чтобы улучшить жилищные условия, администрация предложила квартиру в новом ЖК Сургута. Татьяна написала отказ в микрорайоне, пока нет инфраструктуры. А самое главное – в больнице. Ведь у сына инвалидности ему регулярно нужно посещать врачей. Я, бывает, и скорую вызываю, и врача на дом. А там какой врач придет вообще? Прожили люди сколько в центре города и куда-то, извиняюсь, к черту на куличке переезжать. На обращение в администрацию с вопросом об альтернативах чиновники разводят руками. И говорят, что другого жилья нет, а инфраструктура – дело наживное – появится. Против переезда в новый микрорайон и соседи. Мы уже на протяжении трех лет воюем, получается, активно. У нас идет переписка с главой города, видео-встречи и встречи проходили. У нас большая часть населения наших жителей уже расселили. Осталось, я говорю, осталось 10 семей пенсионеров и 4, наверное, или 5 семей не пенсионеров. В основном пенсионеры и инвалиды остались здесь. Многих уже переселили, как говорят сами жители, из старых двухэтажек в соседние районы. У администрации есть жилье, которое предлагали и остальным жителям. Это где? Это здесь примерно. Вот на 30 лет победы. Людям предлагали, люди соглашались и уходили. Рядом уже с расселенными, пустыми и полупустыми аварийными двухэтажками сургутяне готовы пожить еще немного. Говорят, все лучше, чем переезжать из района с развитой инфраструктурой. Хоть и дома страшные, условия неважные, но мы живем в центре города. И мы бы хотели хотя бы, я говорю, в те районы, где есть жизнь. Рядом вся есть инфраструктура. Действительно, пошел в магазин, пошел ребенок в школу, пошел, повели ребенка в садик. Туда же нас загоняют, ну, как будто на выселке или как с Москвы до 101 километр выгоняли, да. Получается, мы какие-то, как прокаженные, нас устраняют. В новостройке для жителей аварийного фонда администрация города выкупила 324 квартиры. 270 семей согласны переехать и 30 пока в раздумьях. Пока в перспективе, но здесь точно будут стоять 26 многоквартирных домов. Две школы, четыре детских сада, спортивный и торговый комплексы. Закупка проводится согласно федерального законодательства, это 44-й федеральный закон, где мы объявляем, какое количество нам надо квартир, какое качество, номенклатура. И, значит, они должны соответствовать санитарным нормам и находиться в черте города. И здесь, к сожалению, мы не можем указать, что я хочу купить квартиры в центре города, там на окраине, на реке Сайми или еще где-то варианты. В администрации города говорят, что альтернативу предлагали собственникам ранее в виде выплаты. Сейчас отказниками намерены решать спорные вопросы в суде. Муниципалитет планирует до конца текущего года завершить программу переселения граждан из аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года. Это 84 дома, более 400 семей.